Артакий Гиазарян родом из Армении. После окончания Ереванского государственного медицинского университета переехал в Брест. Прошёл интернатуру, а после – ординатуру в Минске. И тут же устроился на работу стоматологом-ортодонтом, филиал номер один Брестской детской стоматологической поликлиники. Молодого врача радушно принял коллектив и полюбили пациенты. А за 15 лет практики пришёл профессионализм и ценный опыт. В детском возрасте легко проявить проблемы просто на осмотре, на внешнем и внутриротовом осмотре. В более старших возрастах приходится прибегать к дополнительным методам исследования. Исправление прикуса и аномалии положения зубов – это длительный болезненный процесс. Задача ортодонта состоит также в том, чтобы правильно информировать пациента, настроить на предстоящее лечение и фиксацию результата. Пациенту это всё рассказывается, мотивируется. Пациент, естественно, с родителем должны осознать, для чего длительное лечение им нужно. Потому что ортодонтическое лечение – это подразумевает от 2 до 6-7 лет нощения разных типов аппаратов. Случай есть, когда носятся аппараты до 10 лет, в зависимости от выявленной патологии. Меня привела мама в эту соматологию 6-7 лет назад. Привела она меня, потому что мы хотели выровнять мои зубы. На данный момент я ношу пластинку, ну и зубы, видно то, что развлекаются. Болезненные процессы? Ну, как бы вообще нет. Ради красоты я готова потерпеть. Как правило, родители приводят детей из эстетических соображений. Видимые дефекты расположения зубов смущают ребёнка. Однако за внешними признаками зачастую скрываются более серьёзные проблемы, которые выявляются в ходе обследования. Первый признак, который приводит к нам, это неровность зубов. Родители, замечая такую проблему, или иногда и дети сами указывают на это, дают знать, чтобы родители привезли на приём. Естественно, мы проявляем проблемы, которые привели к этому состоянию. Патология может быть далеко не связана с зубами, далеко может быть даже не связана с зубочелестной системой. Он может быть, соответственно, с соседних орган систем, которые привели к проблемам зубного зубочелестного системы. Только слаженная и согласованная работа врачей-ортодонтов и зубных техников помогает достичь действительно хороших результатов. Врачи делают нам слепки, а мы уже по этим слепкам изготавляем определённые конструкции. Пластинки, сложные аппараты, несъёмные аппараты. Когда-нибудь приходилось видеть результат своей работы? Да, конечно. Дети приходят потом уже почти с исправленным прикусом, это всё видно. Поэтому от нас тоже какая-то польза есть. Наше отделение сформировано в 2002 году. И за это время у нас сформировался достаточно прочный коллектив. Он у нас периодически меняется. Какие-то врачи к нам приходят, какие-то уходят. Работает сейчас 4 кабинета. С каждым годом, к сожалению, патология увеличивается, количество пациентов увеличивается. Сложность патологии увеличивается. Но это связано, скорее всего, с определёнными эволюционными процессами, которые в нашем обществе сегодня происходят. Наше отделение обслуживает город Брест и 5 ещё районов Брестской области. На данный момент за филиалом номер 1 Брестской детской стоматологической поликлиники закреплено 126 тысяч пациентов. Нагрузка высокая. Поэтому неудивительно, что попасть на приём к врачам-ортодонтам можно только по предварительной записи. Однако для того, кто настроен решительно, всё достижимо. Ведь смеяться от души чувствовать себя уверенно и раскрепощённо – мечта каждого человека. А врачи ортодонтического отделения делают всё возможное, чтобы эта мечта стала реальностью. Продолжение следует...